Hello! И с вами снова Helen CN Simple Cooking. И мы продолжаем нашу тему глаголы на кухне. Сначала давайте повторим те глаголы, которые у нас были в прошлый раз. Divide – делить, разделять. Great – тереть. Grind – молоть. Crush – толочь, разминать. Mash – давить. Разминать – толочь. Pound – отбивать мясо. Прик – прокалывать, например, вилкой что-либо. И spread – домазывать, размазывать. Наша сегодняшняя тема – это смешивание продуктов. И самым популярным здесь является глагол mix. Мешать, смешивать, от которого образовано слово mixer. Mixer – соответствующий прибор для смешивания продуктов. Чаще всего глагол mix может встретиться в следующих выражениях. Mix well – смешайте хорошо. Или mix thoroughly – смешайте тщательно. Если нам нужно сказать «смешайте это с этим», то потребуется предлог with. Mix eggs with milk – смешайте яйца с молоком. Если же нужно смешать все ингредиенты вместе, используется слово together – вместе. Mix all the vegetables together – смешайте все овощи вместе. Часто mix встречается с предлогом in. Это если у нас уже есть некая смесь, и мы в нее еще что-то должны вмешать. Вот mix in – обозначает вмешать. Mix in the flour. Вмешайте в эту смесь предыдущую муку. Следующий наш глагол – это combine – скомбинировать, смешать. Тут тоже часто бывает «соедините все вместе». Но в отличие, например, от mix, когда мы говорили mix eggs with milk, предлога with не нужно. Если мы используем combine, то в значении смешайте это с этим. Combine vinegar and sugar. Соедините, смешайте, скомбинируйте уксус с сахаром. Blend – это соединять, смешивать до какой-то однородной массы. И мы знаем прибор blender, который служит именно для этого. Blend until the eggs are foamy – смешайте до тех пор, пока яйца не станут пенистыми. Кроме блендера мы знаем, что есть еще кухонный комбайн, в котором можно смешивать продукты до однородной массы. И по-английски из нашей темы kitchen utensils мы помним, что это food processor. Соответственно, глагол, который здесь может использоваться – это process. Он бывает в рецептах, но крайне редко. Бленд бывает чаще. И может быть написано так. Blend or process – onion and avocado flesh. Смешайте до однородной массы лук и мякоть авокадо. И для этих целей служит также глагол puree. Как существительное – это пюре. Ну, а как глагол – это смешайте до состояния пюре. И для этих целей служат все те же приборы. Смешайте вот эту смесь продуктов до однородной массы, используя блендер или кухонный комбайн. Также часто в рецептах встречается глагол stir – размешать, перемешать. Он часто используется с наречиями. Stir occasionally – перемешивайте время от времени. Stir constantly или stir continuously – это перемешивайте непрерывно. Аналогично, как у нас было с глаголом mix. Mix in – вмешайте. Очень часто, практически в половине рецептов это встречается. Stir in – вмешайте. Stir in soy sauce – вмешайте соевый соус. Ну, уже имеющуюся смесь. Есть еще такой глагол toss, который означает подбрасывать. Но в рецептах он тоже означает смешайте. Причем там, типа, вбросьте это туда же и перемешайте. Например, toss lightly, but thoroughly. Смешайте легко, но тщательно. То есть не надо там силу прикладывать какую-то. Или quickly toss the rabbit into the oil. Быстренько вбросьте кролика в масло. Ну, естественно, поджарьте его. Пожалуй, самым-самым хитом является глагол add – добавлять. Наверное, он есть в 90% рецептов. Мы смешали что-то, и туда надо добавить. Мы знаем, что есть mix in или stir in, но чаще используется add. Add the sugar and mix well. Добавьте сахар и перемешайте. Хорошо. Для взбивания, например, яиц и сливок используется несколько глаголов. Самым популярным является beat. Взбейте яичные белки до плотного состояния. На потопе, как у нас было mix in, stir in, может использоваться beat in. Вбейте. Вбейте яйца по одному за один раз, смешивая хорошо между каждым добавлением. Beat in eggs one at a time, mixing well between each addition. Еще один глагол, который означает взбивать – это whisk. Whisk the eggs with a fork. Взбейте яйца с помощью вилки. Еще один глагол для взбивания – это whip. Чаще он используется для сливок. С яйцами он тоже может быть. И существует такое понятие, как whipped cream – взбитые сливки. Whip cream until soft peaks form. Взбейте сливки до тех пор, пока не образуются мягкие пики. И наш последний глагол на сегодня – это cream. Как существительное cream – это сливки, либо крем. Так вот, суть этого глагола в том, чтобы что-то взбить до кремообразного состояния. И обычно речь идет про масло с сахаром. Cream butter and sugar until light and creamy. Взбейте масло с сахаром до легкой и кремообразной консистенции. На сегодня все. Мы рассмотрели самые-самые основные глаголы для смешивания продуктов. На этом наша тема глаголы на кухне не заканчивается. У нас впереди еще будет несколько выпусков. Поэтому, чтобы не пропустить, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если вам понравилось это видео. И до новых встреч в рубрике «Хайл Сиэн Симбол Кукинг». Гуд-бай! Субтитры подогнал «Симон»!